Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами вновь я, Няня Нюша. История Няни Нюши началась два года назад, на заре пандемии коронавируса. Во время локдауна Анна Бояджи, как и другие сотрудники Дворца культуры города Видное, вынуждены были сидеть по домам и соблюдать режим самоизоляции. Но творческая натура требовала деятельности. Из подручных средств придумала образ Няня Нюша, собирательный, вроде как и сказочница, в то же время не бабка старая, русская, настоящая женщина, которая источает любовь, заботу, нежность, ласку. Такая всемирная мама. Анна путем проб и ошибок научилась ставить свет, записывать качественные видео и звук, освоила основу монтажа. Готовые выпуски выкладывала в интернет на странице Дворца культуры в соцсетях. За это время их вышло уже более 500. У меня есть цель популяризировать Няню Нюшу для того, чтобы детям, пока они еще способны слушать и воспринимать, детям читать эти сказки. Сейчас у современных родителей нет на это времени. Локдаун закончился, да и маски недавно отменили. Но Няня Нюша до сих пор продолжает рассказывать детям и взрослым сказки. В центре внимания не только русское народное творчество. Ко дню народного единства каждый день в течение месяца Анна знакомила маленьких зрителей со сказками народов России. Каждый мой выпуск, он заканчивается каким-то добрым посылом, доброй мыслью. Я никогда не продумываю это заранее. Я всегда вот сажусь и прямо с листа читаю. Я не знаю, что там меня ждет в каждой книжке. И в конце, после прочитанного, я высказываю свои мысли. Но Анна Бэйджи успевает заниматься и другими проектами. Недавно, к примеру, стартовал цикл передач про мюзиклы. Мы вместе с Алексеем Франдетти рассказываем о мюзиклах структурированно. От и до прямо. Вот такой ликбез для всех. И я при монтаже иллюстрирую то, о чем, например, Алексей рассказывает. Кстати, Анна не только рассказывает о мюзиклах, но и прекрасно их исполняет. И в успех нас манят к вышине. Подставлю я тебе плечо, а ты подставишь мне. На днях она прошла отборочный тур фестиваля мастер-мюзикла «Спев Арию мамы Мортон» из всемирно известного Чикаго. 26 марта Анна отправится в Красногорск защищать честь Ленинского городского округа. Пожелаем ей удачи. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.